Расскажи такую историю. Ты в 5 лет пришел в Академию. Понятно, что на тот момент, наверное, это неосознанный выбор. Во сколько лет ты понял, что «Локомотив» — это всерьез и на всю жизнь? Сначала я не в Академию пришел в 5,5 лет, а я пришел в секцию около дома футбольную, и там был тренер «Локомотивский» Виктор Федорович Артюхов. Просто от того, что в доме не сидеть, родители отдали меня, чтобы чем-то заниматься. Он посмотрел, сделал всякие тесты, пробежать на скорость в одну сторону, с мячом чуть поработать, ударить. Вроде бы понравилось, и это при том, что я сам девуштого года, а прошел на отбор 95-й, то есть на год старше. И ничего, тренер сказал, что вот нужно ездить в Черкизово, тогда для нас это было вообще как уехать в Подмосковье, потому что машина была одна у отца, и приходилось ездить на метро. То есть туда едешь на метро, обратно на метро. Ну, это очень тяжело каждый день, это выматывало. В общем, были сложные времена. Как ты себя мотивировал? Каждый день из-за отродного поездка туда, потом обратно, тренировки. Ты еще рассказывал, что до 13 лет ты тяжело боролся за место в составе. Как ты себя мотивировал, заставлял работать и не бросать это дело? Слушай, даже не знаю, наверное, где-то и родители говорили, что вот, чем ты будешь заниматься, если не футбол. И после какого-то определенного момента, там, не знаю, месяц-два мне очень понравился прям вот. Я загорелся футболом и стал, ну, вкладывать всю душу в этот спорт и понимал то, что, возможно, что-то получится у меня. Но я не понимал то, что можно как бы попасть в команду. Во сколько лет ты уже понял, что у тебя есть возможность пробиться в локомотив, потом в сборную? Ну, даже за сбор не будем касаться, во сколько ты понял уже, что вот ты близок к этой цели? Слушай, ну, наверное, когда я вот первый раз попал в молодежку и в академии последние годы, потому что до этого я не был таким прям основным игроком. Сначала там с 7 лет я всегда был там запасным, потом меня отправили в 6-й год. То есть я не занимал какие-то ведущие позиции. Я всегда либо выходил на замену, либо что-то еще, либо вообще не выходил. И потом как-то у меня в голове какой-то щелчок произошел, и я как бы резко пошел по уровню наверх. Попал в молодежку, потом мы выиграли U17 со сборной, чемпионат Европы. Это, конечно, эмоции вообще. Желаю всем пережить такое. Ну, раз мы заговорили, расскажи, вспомни тот турнир, как он складывался, шаг за шагом шли. Расскажи, все воспоминания поделись. Ну, изначально был отборочный. Мы тогда, не помню, в какой стране он был, и была игра с Бельгией, когда я через себя забил. Конечно, такой красивый был. У меня даже где-то есть в ВКонтакте этот ролик с того времени. Прошли отборочные, попали на чемпионат Европы, где были итальянцы, ну, все гранды. И как-то у нас хорошая команда была. Все, все работяги. Сначала с Украиной выиграли их. Потом, вообще не понял, потом с кем играли. Сыграли со Швецией в полуфинале, выиграли по пенальти. И потом встретились с итальянцами в финале. И тоже по пенальти выиграли их. Тогда как раз Митрюшкин стоял, который сейчас в химках. И когда вот мы выиграли, эмоции вообще были запредельные. У всех слезы, вот эти золотые медали. Конечно, классно. Это время. Очень медленно. Через сколько дней, может быть, недель, ты понял, что ты чемпион Европы? Вот действительно ты осознал, ты чемпион Европы. Это не... Это же огромный титул. Серьезные достижения. Ну, наверное, недели полторы-две. Мы со многими общались, ходили вот просто, знаешь, в некой эйфории. И вот только после этого момента мы реально осознали то, что да, реально. Среди стольких сборных сильных мы выиграли этот турнир. С итальянцами после финала не общались, не говорили ничего? Нет, нет. А мы как будем общаться с итальянскими? Ну, не знаю. Мы особо у нас никто не знал английский в то время. И просто там good game из этой серии. Всем пожали руки, говорят, хорошие, молодцы, хорошая сборная. И все. Тот гол часто пересматривают потом? Частенько, да, пересматривал. Иногда, знаешь, там что-нибудь нахлынет и пересматриваю. Могу там три-четыре раза посмотреть. Классный год. Когда последний раз смотрел? Ой, ну, не знаю, год назад, наверное. Надо еще раз пересмотреть. То есть все-таки возвращаешься к нему? Ну, конечно. Все-таки история. Интересно вспомнить. Расскажи, вот ты золотой медалью возвращаешься в родной клуб. Как тебя встретили? На руках носили? Не знаю, что. Расскажи, как это происходило. Ну, изначально в аэропорту, когда мы прилетели, было очень много журналистов. Всех выдергивали. Ну, я не знаю, штук, наверное, 100 журналистов было. Да, очень много. Всем кому-то что-то дарили, там, хотели расписать в футболке. Тогда для нас, представляешь, как это, из молодежки, вот столько народу, там, что-то дарили, какие-то там сувениры, не сувениры. В общем, потом вот так вот с полными руками уехали оттуда. Приехали в клуб. Ну, все поздравили. Такой прям, таких оваций не было. Типа, молодцы, там, красавцы. Поздравляем. А не было такого, значит, на трех подтравливали? Ну, мол, что ты там, чемпион Европы? Ну, скажи как. Ой, да честно, даже не вспомню. Вроде такого не было, на самом деле. Не вспомню, чтобы прям сильно травили. Расскажи немного о своей дружбе с Барой. Вот вы полные антиподы. Как это сложилось? Как получилось? Что вы стали друзьями? Ну, для меня тоже это загадка. Потому что два раза началось всем человека. При том, что, когда он пришел в «Локомотив», это было, наверное, лет 14-15, я его просто ненавидел. Он был до того самовлюбленный такой, ну, как мы его сейчас знаем. То, что все его били, ну, в спортивном плане. Там, по ногам и он сзади, там, по ахиллам наступал. Ну, то есть, такая ненависть была, что, не знаю, нужно придумать такую ненависть. И потихоньку как-то начали общаться, вроде, там, один интерес, другой интерес. И постепенно-постепенно сдружились и стали лучшими друзьями. Насколько ваша дружба и вообще наличие одноклубников в сборной помогает идти к цели? Ну, всегда, когда приезжаешь в сборную, всегда хочется, чтобы с тобой были кто-то, можно сказать, родные люди из одного клуба. Потому что легче адаптироваться, если даже, тем более, ты первый раз попадаешь, всегда легче адаптироваться. Потому что те, которые уже были в сборной, знают других, а ты знаешь с теми, с кем ты приехал, легче с другими начать общаться. И чем, нежели когда ты приезжаешь один, ты никого не знаешь, и ты ходишь, как отброс общества. Намного легче, да. Вот. Та сборная, она быстро сплотилась, вот она превратилась в единый монолитный коллектив, не помнишь? А, ты имеешь в виду молодую, юношескую? Да, юношескую, да. Ну, вот у нас на протяжении долгого времени был один, ну, один как бы состав, один костяк, который там три-четыре года практически одни и те же вызывали в сборную. И, да, все дружили, и даже сейчас общаемся по сей день со многими. Вот, и, наверное, из-за этого была одна тактика, и все знали, что делать. Все придерживались этого. А вот ты говоришь туда, поддерживаешь связь с кем из ребят той команды? Вот те, кто не Локомотивский, с кем еще? Кто поддерживаешь связь? Ну, с Митрюшкиным общаемся, с кем еще общаемся? С Хаджиниязовым общаемся, да много, как Тузуев были, Макаров, ну, это Локомотивский. Слушай, а по мнению, почему у Гасилина не получилось? А, с Гасом общаемся, да, он сейчас в медиа-лиге там. Да, он уже медиа-звезда. Он уже медиа-звезда. Аналитик. Слушай, почему не получилось? Я не могу ответить на этот вопрос, честно. Наверное, во всем спорте так. У кого-то получается, у кого-то нет. Не знаю, где-то не повезло, может быть. У кого-то травмы были, и дальше все заглохло. Не знаю даже, не могу ответить. А как, Наш, почему получилось у тебя? Вот за счет чего? Что тебе помогло? Терпел, старался. Где-то в каком-то мере звезды сошлись. Без этого никак. Потихонечку, потихонечку. Ну, у меня как бы не было такого, знаешь. Прям, есть у людей огромный этот скачок, знаешь. А у меня постепенно, постепенно, все плавно, плавно, плавно. И вот оказался здесь. Представляешь, вот сейчас в этот момент в Чиркизово молодые пацаны тренируются. У них тоже будут свои испытания жизненные проходить. Вот они бы подошли к тебе и спросили. И скажи нам, дай какой-нибудь совет нам, пацанам, в сложный момент, не соворачиваться с пути и идти до конца к своей заветной цели. Просто терпеть, наверное. Стараться, выкладываться на каждой тренировке. По-другому никак. Если где-то дашь слабину, просто ничего не получится. А, кстати, еще по теме дружбы с Барой, хотел спросить. Любая дружба проходит испытание? Вот ваша дружба, она какое-то серьезное испытание прошла? Когда вот, знаешь, вот она может надорваться, но не надорвалась. Были такие моменты? Нет, таких не было ситуаций. У нас тоже все. Ну, были какие-то разногласия. Ну, это мелочь, как и у всех. Там где-то поссорились, где-то не поссорились. Где-то там на тренировке его там локтем попал в нос. Ну, там два дня обиделись на друг друга, не пообщались, а потом нормально. Ну, таких серьезных не было, кстати. Вы, кстати, не вспоминаете тот яблор юношеский? Нет, кстати, давно уже не вспоминали. И вспоминали чемпионат мира, когда я что-то Барс просил, а сколько у тебя красная карточка вообще за карьеру? Он что-то говорит, там, две или три. Он говорит, ну, одна на этом, на чемпионате мира на юношеском, когда играли с Бразилией. Его там удалили, нас там повезли. Расскажи немножко о жизни в Академии. Понятно, что ты там не жил. Может, какие-то истории были такие классные, интересные, которые ты помнишь? Ну, наверное, у меня не было никаких историй. Потому что я особо не жил в интернате. Наверное, больше у Антохи нужно спросить, там, у Бары. Они, наверное, нам расскажут такое, а мама не горюй. У меня, по сути, не было никаких историй. Ну, я в основном, что из дома в дом. А были у тебя сложные периоды именно в тот момент, когда ты учился, когда ты думал? Ну, вообще была ли мысль, что можно бросить футбол? Или никогда такую мысль не было? У меня не было такой мысли. Никогда даже не просхакивало. Да, было трудно. Да, там, иногда мучились. Потому что, там, у меня там малая часть сестра, мама разрывалась, там, ее забрать с детского сада. Вместе с ней даже поехать потом за мной на тренировку. Ну, реально тяжело было, прям очень тяжело. Ну, ничего, нормально. Справились с этим, с этими сложностями. Никогда не слышал, значит, такие разговоры у детей на кухне. Ох, устали мы его возить. Да, конечно, было, как-то. Всегда такое есть. И, там, мама жаловалась тоже. Ну, что поделать? Сейчас, наверное, думаю, блин, хорошо, что мы не забрали его с футбола. А ты не подходил и не говорил, там, мама, потерпите, пожалуйста. Я, там, я обещаю, там, долги какие-то обещания, что я вырастаю и его отблагодарю. Нет, я, в основном, в это время, там, в компьютер где-то поиграю, знаешь, чтобы не слышать разговоры, чем они, там, негодуют. Понятно, что ты в академии, в интернете, практически, мало времени проводил, но расскажи, вот, те ребята, которые там живут, они как время проводили, что они делали? Те, вот, и многие, кто только в интернете жил, ты ж наверняка, они тебе рассказывали. Ну, играли всякие игры, там, у кого там, я не знаю, иксбоксу были, тогда не были. Ну, наверное, были. Плейстейшены, картишки, настольный теннис, турниры даже проходили, там, между собойчики по настольному теннису. Ну, так, детские забавы, как и у всех. Ты вернулся к нам, мы очень этому рады. Расскажи, вот, про этот период сложный, восстановительный, насколько тебе было тяжело восстанавливаться и идти к тому, чтобы вернуться к нам? Да, это очень тяжелый период. Нужно этот период проходить с позитивной точки зрения. Нужно всегда, там, не загоняться, всегда улыбаться. Я тоже старался придерживаться этого, там, всегда, там, шутил, старался себя где-то чем-то развлечь. Даже в Барселоне хотел поехать на аттракционы, но понял то, что я не смогу на костылях там пройти этот весь парк. И, в итоге, тогда расстроился. Вот, единственный момент был, расстроился и не поехал. А так, ну, тяжелое время было. Восстановление вот это вот, каждый день одно и то же, одно и то же. Тренажерка, тренажерка, тренажерка. И первый раз, когда я вышел на поле, это было просто для меня чудо. Я просто с такой улыбкой потрогал газончик, чуть пробежался. Ну, вообще, такие ощущения, вообще, непередаваемые. Первые минуты, как после того возвращения, уже игровые. Ты помнишь их? Что было у тебя в голове? Просто радость. Я даже, там, знаешь, просто почувствовать мяч. Не старался даже, там, что-то показать. Вот просто, вот, ощутить вот это вот наслаждение футбола.